И вот мы сегодня вам будем рассказывать, что такое онкология. Что же такое онкология и почему я вам обращаюсь с эфиров кабельного телевидения или ютуба? Сейчас объясню. Дело в том, что мне запретили это делать, вы понимаете, да, я болен, и у меня проблемка, да, четвертая степень онкологии в голове. Вот, и почему-то запретили мне говорить о том, что мне нужна помощь. Да, мне помощь необходима. Вот, и помощь-то не такая уже большая. Всего там полторы тысячи человек из города Магнитогорска, если бы пожертвовали по 500 рублей, мне бы хватило. Для того, чтобы моя жена поняла, что вторичная операция, это у нее в запасе. Вот. Да, мне приходится ездить, и я, естественно, таскаю с собой и супруга, и всех остальных, потому что без этого никак. Потому что без этого смысла-то и нету. Вот. Где мне пришлось ездить? Я после операции купил себе планшетник. Он там сделал, не планшетник, а этот ноутбук. Вот. Мы в течение 7 дней сказали, где мне надо лечиться. То есть, мне жена говорила, что нужен тимодал. Я говорил, что мне нужен тимодал с третьей степенью. Четвертый мне показал в турецкой онкологии. Вот. В итоге не прошло. То есть, Челябинск мне пробил бошку радиолучами. Вот. А потом я уже поехал в Турцию. Что касается в Турции. Во-первых, лекарства. Лекарства в 30 раз дешевле. Тема дал, да? Там стоит на 3 месяца 1300 долларов. У нас обошлось бы удовольствие в полтора миллиона рублей. Нормально? Это все клево. Кто мне помог? Мне помогли все. Нормальные жители города Магнитогорска. В том числе, Инна, которая мне предоставила денежные средства 150 тысяч рублей. Естественно, Евгений Тевтелев, который мне 100 тысяч дал. Виктор Филиппович Рашников, который дал 50 тысяч рублей. Курносов Сергей тоже дал 50 тысяч рублей. В общем, люди как-то так скинулись и дали мне возможность пролечиться. Естественным образом, я продал машину. Естественным образом, человек меня немножко швырнул. Я естественным образом на него накатил. То есть, он еще 150 тысяч мне должен будет. Так что, ребят, пока сори, хороших машин у меня нет. Потому что мне надо сделать голову. Что касаемо всего остального. Почему я не делаю голову в России? Сейчас объясню. Дело в том, что Россия и онкология, в смысле СССР и онкология, началось все это абсолютно недавно. В 1995 году. В 1995 году. Может быть, кто-то и не помнит. Может, кто-то родился уже и позже. Сейчас расскажу. Перевели одну книжечку по борьбе с онкологией. Представляете? До этого вообще ничего не было. То есть, люди умирали, умирали, умирали. А толку-то не было. И либо людей открывали, смотрели онкологию. Вот такая радость-то была. Потом началось 5 лет. С 1995 по 1990 год. Там как бы все не очень-то хорошо было. А потом начался пипец. То есть, тогда, когда я учился с 1990 года по 1995 год. Все так валилось, валилось, валилось. И то мы еще, ладно, нормальные люди. А потом все. Потом начался не просто капец, а капец конкретный. То есть, по сути, мы не занимаемся онкологией в принципе. 1985, понятно, что было. То есть, говорить о том, что мы занимаемся онкологией, это естественный бред. Что касается онкологии сегодняшнего дня. 65% у нас умрет от онкологических заболеваний. Это нормальное явление. Потому что с онкологией мы живем вместе. С онкологией мы вместе с ней пытаемся бороться. Представляете, люди черные, почему они появились в Африке? Потому что надо было так сделать. И онкология сделала людей черного цвета кожи. Мало того, в Африке недавно откопали свидетельство того, что древняя мумия болела онкологией. Это нормальное явление. Теперь объясню, что такое онкология и как с ней нормально бороться. Во-первых, онкология. Вы должны понять, что это не предел вашему вниманию, вашему самосовершенствованию. Понимаете? Тут у меня недавно люди умерли. Починок. Еще один человек. У них сердце бабахнулось. Лет-то у них было не так уж и много. 58-56. То есть, понятно, да? Хлоп и нет у человека. Слово онкология. Во-первых, вы должны понять, что с заболеванием вашего рода вы можете жить. Можете жить и подольше. Дело в том, что у меня друзья мои, практически все уже умерли от онкологии. Как ситуация-то была. Первого человека мы похоронили 10 лет назад. Ему сказали, что у него опухоль прямой кишки. Он так просто раз в поп. А мы-то думали, что у него опухоль поджелудочной железы. Вот такие вещи. Понимаете? Не весело получилось. Он пришел в нашу дивную медицинскую часть. И через три дня мы его похоронили. Вот клево-то было. Переметнемся. Еще на 7 лет. Сушков. У него был рак почки. Я ему сразу сказал, Жень, может быть мозги не канифоришь. Поехали в Турцию. Тебе сделают все нормально. Не поехал. Он попытался пролечиться. Я его похоронил. Его можно было на руках нести. Представляете? Как онкология его съела. То есть это даже не человек был. Это было тельце легенькое. Еще год назад. Другой учитель мой. Юра Пориалин. Мейлома. С мейломой кости я сразу же нашел ему лекарство. И сказал ему, Ты бросай все. У тебя же все в порядке. Дом есть, квартира есть. Просто переедь в Турцию. Еще куда-то. Лечись спокойненько. Тебе возраст 68, может быть 72. Я же не помню, сколько лет ему было. Говорю, тебе плюс 15 лет. Его за год похоронили. Ой, как это было нехорошо. Мало того, хоронят, 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 хоронят. Я говорю, вы посмотрите на меня. Я плюнул на все. Я поехал в Турцию. Что касается у нас, онкологии. Сразу вам скажу, если вы пришли и вам такой диагноз объяснили, вам лучше с собой притащить двух жлобов больших. Потому что у вас будет 100% состояние аффекта. А в состоянии аффекта вы бы уходите. Вам сказали. Вы уходите, у вас настроение такое, понятно какое. Плакать хочется. Вы говорите своим людям, а у вас принцип называется ой, сейчас скажу, секундочку, долго болтаю. Аффект, да, аффект. Я специально, потому что у меня тоже с головы что-то там засыхтымилось. Я не все сразу запоминаю. Так вот, эти крендели зайдут и начинают его бить. Это правильно. Это надо сделать. Потом вас, естественно, в милицию свозят. А вы скажете, было состояние аффекта. И так вы потихоньку будете россиян немножко обучать, что надо жить с онкологией. Надо работать с онкологией. А если не получается, то делайте как я. А теперь я вас приглашаю туда, где я для начала понял, что такое онкология в Турции. Но понял я, что такое онкология, что такое медицина. Немножко это было другое. Это был 2007 год. Я там заболел. У меня было бронхит. Бронхит у меня появился. И я увидел, как лечат диализ. Так что посмотрите, как это делается в Турции. А потом подумайте, что такое диализ. Потому что в Турции диализ в два раза дешевле, чем у нас. А там тоже сумма такая приличненькая. Часто ли мы можем похвастаться тем, что каждый новый год, каждый новый месяц или каждая новая неделя, а может каждый новый день, принес нам что-то новое? Если события происходят по вышезначенному курсу, то количество вашего внутреннего счастья и смысла жизни пропорционально увеличивается. Мы вообще пропагандируем жизнь яркую во всех впечатлениях. И работая на передовой, просто обязаны делать каждый материал с позиции новизны и свежести впечатлений. Итак, порция новых впечатлений от последнего чартера из Москвы в Анталью. А вообще это может сделать каждый, если не будет пинаться рядом с отелем. Не сказать, что мы не стремились поехать в Турцию. Конечно, хотелось посмотреть, что такое золотая турецкая осень. Но турецкая осень, конца октября, начало ноября месяца, совершенно не золотая. Здесь нет никакой пожелтелости. Здесь прекрасная зелень. Здесь прекрасные кимерские горы. Здесь прекрасный воздух и прекрасная погода. 28 градусов на солнце. Какая погода меня ждет там, внутри Средиземного моря, я вам сейчас расскажу, потому как еще не пробовал, знаете ли, только прилетели. Прилетели вместе с Оренбургскими авиалиниями и фирмой Эльдорадо Тур. Но не то, чтобы нам очень сильно хотелось поехать. В смысле того, что была острая необходимость. Но нас позвали, позвал медицинский центр города Анталья. Для того, чтобы вам показать, что Турция вас гостеприимно встречает не только летом, но и осенью глубокой, но и зимой. Ну что ж, попробуем. Скажем честно, в этом году в воду я залазил только в начале лета. Дело было в Таиланде. И разочек вы видели, что мы устраивали покатушки с экстрим-клубом. Ну давайте, первое впечатление. Вот так все запросто. Решив все проблемы за несколько часов и собравшись за 15 минут, можно реально и сейчас в корне поменять обыденность на новые впечатления. И для начала впечатление от Средиземного моря. И впечатление здесь в Кемере из разряда, опять же, ранее не виданных. Да, действительно, в отдельно взятой стране, похоже, решено было кардинально очистить и без того чистое море. Потому как с каждым Новым годом вода на Анталийском побережье Турции становится прозрачнее. Потому как это побережье при абсолютно грамотной политике Министерства туризма Турции приносит деньги и немалые в бюджет мудрого государства. И все застраиваемое делается по принципу минимального вреда экологии. И здесь не бросают бычки и мусор в море. Здесь после каждого шторма весь мусор, принесенный даже из стран Африки, тщательным образом удаляется из песка и гальки. И поэтому количество обитателей морских глубин, желающих похавать халявный хлебушек от добрых туристов, увеличивается год из года. Соответственно, и рыбалка становится лучше. И, соответственно, море продуктов свежих и паренных на ваших онклюзивных столах тоже. Но мы приехали в Турцию в этот раз не с целью упиваться и уедаться. Хотя, скажем честно, в полюбившейся нам Сити Роуз, с обалденной кухней и вышеозвученной системой, не сделать этого хотя бы раз нам, честно говоря, не удавалось. Комфорт, умиротворенность и спокойствие. Отдых, пожалуй, лучшего европейского уровня – это невысокие слова, это амбициозные планы государства, которое четко знает, что надо делать. И планы эти подтверждаются многомиллионными потоками туристов, каждый год приезжающих в Турцию. И успешная реализация этих планов, некоторых не самых успешных, прямо-таки выводит из себя. И для этого и в поисках чернухи здесь даже разместили кор-пункты нескольких ведущих российских каналов. Нас же сюда приглашают с совершенно другой целью – показать, объяснить и научить вас правильному отдыху. Либо стилю жизни. Жизни, в которой посещение этой гостеприимной страны станет для вас ежегодной, да и неодноразовой традицией. Сегодня норма жизни практически любого россиянина, вне зависимости от места жительства, это наличие загранпаспорта. Кроме всего, норма жизни провинциального города с количеством населения до полумиллиона – это наличие чартерного рейса, либо двух по привычным направлениям. Теперь и отсюда давайте поймем, что чартер на Анталию должен быть загружен всегда, и зимой в том числе. И в корне неправильное утверждение о том, что Турция хороша только в период с мая по октябрь. Турция хороша круглый год. На этом побережье крайне редкие холодные арктические циклоны, заваливающие лазурный берег снегом. Здесь нет никогда промозглой сырой погоды Европы. Здесь даже в дождь комфортно, ароматно и пряно. И здесь даже зимой можно покупаться, потому как температура воды не опускается ниже 18,5 градусов. Что, не знали? Но это потому, что турагентство получает процент от туроператоров, которому необходим вал туристов. Туристы же европейские, обеспечивают поток немцев, датчан, шведов, ирландцев и вообще жителей той самой промозглой Европы сюда круглый год. Кстати, стоимость чартера из Берлина до Анталии это примерно в 65 евро. А время в пути те же 4 часа. Да и при следующем визите в Турцию обратите внимание на наличие у отеля газохранилища. Сейчас большинство пятерок имеет таковое, то есть они готовы принимать туристов круглый год. И здесь газ идет не на отопление, а просто на нагрев горячей воды. Для внутренних нужд и бассейна. И так получилось, что в этот год мы традиционно и не в сезон смотались и в Таиланд, и в Турцию. И скажем, для нелюбителей толкучки, шума и гаммы не сезон самое время. И мы лично в конце октября здесь в Кемере из моря не вылазили. И шопинг нас тоже не напрягал. И удивил и без того низкими ценами. Но есть вещи, которые в Турции легко можно купить. При этом денег много и не потратить. Здоровье, например. Насколько часто вы можете получить реальное удовольствие от посещения медицинского центра? И не говорите, что это странный вопрос. Правильно задавайте вопросы. Где расположен такой медицинский центр? Это правильный вопрос. Мы вам предлагаем посетить диализный центр в Анталии. А вообще надо понимать, что здесь таких много. Теперь просто и популярно о процедуре диализа. В организме человека есть несколько наиболее важных органов, которые работают в тяжелом режиме. Легкие насыщают кровь кислородом. Печень добавляет туда энергию. Почки очищают нашу жизненную важную жидкость. Неисправность любого органа этой цепи останавливает жизненный цикл. Человек при грамотном отношении к здоровью может пункт номер один не укорачивать свою жизнь никотином и суррогатным алкоголем. Пункт номер два. Вести относительно здоровый образ жизни. Но часики тикают. Да и изменения на генном уровне предотвратить невозможно. Но человек научился и достаточно успешно бороться с хронической почечной недостаточностью. Как и с отсутствием почек как таковых. И важную функцию очистки крови возложил на умные машины гемодиализа. И вот казалось бы проблема решена. Но возникает другая проблема больного. Это прикованность к аппарату искусственная почка. И лишение возможности вести полноценную жизнь. Но так ли это на самом деле? В жизни каждого человека существуют моменты когда он радуется, когда он грустит, когда он понимает что жизнь закончилась. И тогда человек либо он прикован к постели, либо он прикован к определенному месту жительства. Но сегодня сейчас люди больные хронической почечной недостаточностью могут быть не прикованы к своему месту постоянной дислокации. К своему дому. К своему диализному центру. Потому что вот посмотрите. Буквально за последние два года здесь открылся новый центр по гемодиализу. Я не стал делать этот стендап после того как зашел сюда. Я специально сделал его до того. Потому как я знаю, что меня обычно турецкая медицина удивляет. В конституции каждого нормального государства прописано, что каждый человек имеет право на жизнь и право на получение медицинской помощи. Каждое нормальное государство помимо всего уважает инвалидов и соответственным образом выделяет для этого средства. Но не в каждом государстве частная медицина с успехом заменяет государственную. И при этом эта медицина на великолепном уровне. Что же касается России, то надо понимать, что мы и здесь в полной каке. У нас нет ни онкологии, ни диализа. Точнее есть, но диализ в Рашке стоит в три раза дороже. И вам туда-то и не попасть. Химия в России это часть заработка тех, кто сидит на ней. Представьте, химия в Турции в 30 раз дешевле, чем у нас. Но чтоб понятно было, химия там для меня это 1200 долларов на три месяца. Химия у нас это свыше полутора миллионов рублей. Круто, да? Да нафиг бы нам такое нужно, а? Частная медицина Турции одна из лучших, если не сказать самая лучшая по доступности цены по уровню оказываемых услуг. Это становится более очевидным, когда понимаешь, что на примере диализного центра, открытого в 2005 году, и где вы видите продуманный подход к жизненно важной процедуре очистки крови. Здесь установлено самое современное оборудование с применением высокоточных медицинских технологий на базе диализаторов Ray Senus 4008, Brown Dialog Turei 8000. Эта процедура доступна по цене, и здесь никогда нет очередей, и здесь максимально внимательное отношение к пациентам. И здесь видишь незагруженных и убитых горем людей, которые прекрасно понимают, в какой опасности находится их жизнь, и поэтому они знают, что даже приехав сюда на отдых, они будут вести полноценный образ жизни, ничем не отличаясь от других. Я Харенбрек, в Германии. Я постоянно приезжаю сюда дважды в год. Прохожу здесь процедуры, великолепный уровень и в общем комментарии излишни. 17 лет я прохожу процедуры очистки крови, и все отлично. Живу прежней жизнью, и единственное, чем я не смогу справиться, так это с принципом, что хорошего человека должно быть много. Это норма жизни европейского человека, и чем эта норма жизни отличается от человека российского, не совсем понятно. Потому как цены у нас выше европейских. Государству, по сути, должно быть безразлично, кому оплачивать лечение человека с инвалидностью. Но если вы не смогли достучаться до чиновников, то страхуйте жизнь по полной. Только в нормальных страховых компаниях. Либо зарабатывайте чуть больше, если вы в силах. И по цене отдыха в Турции по системе Ultra All Inclusive получите либо подарите здоровье. А эмоции вашего ближнего будут такими же, как и эмоции, казалось бы, безнадежно больных турецких граждан, либо граждан Объединенной Европы, получающих удовольствие от внимания персонала и лечения в гемодиализном центре в Анталии. Чем отличается жизнь хронически больного человека в Европе, Азии от России? Ну а для тех, кто не знает, предлагаем экскурсию. И вам все станет ясно. Здесь в диализном центре в Анталии не лечиться. Здесь жить хочется. Хотя давайте все-таки о процедурах. Специфика работы частных медицинских центров в Турции – это работа только с оборудованием высочайшего уровня. Для сеансов гемодиализа, гемофильтрации или одноигольчатого диализа покупаются препараты только высокого качества и одноразового использования. Больной хронической почечной недостаточностью в течение нескольких процедур получает свою кровь, очищенную на порядок лучшим образом, чем это делается в отдельных центрах, в которых проблемы очередей и наличие медикаментов такого уровня присутствуют, и лечение оной вряд ли стоит на первом месте. Здесь человек живет полноценной жизнью, частью которой является процедура получения жизни в диализном центре. А это то место, в котором есть места и любви, и счастья. Да вот и я живу как нормальный человек. Прихожу сюда, получаю процедуру и думаю о замужестве. А почему нет, а? Это не сказка, и здесь нет места под тасованным фактам. Вы все можете проверить сами, если не верите своим глазам. Просто приезжайте в Анталию, либо попросите ваших друзей доехать до всеми любимого диализного центра. Да вы все сразу поймете. Кстати, еще проще смотаться в другой нормальный центр, их там много. Хотя вы пройдите и посмотрите, и чувство вины за наш отечественный беспредел у вас появится. Особенный прикол, если вы с собой заберете больного онкологией. И самое забавное, что онкология это рядом с лечением хронических проблем с сердцем. И вам никуда не надо бежать. Бредятина о том, что вам лучше не ехать, становится тем более очевидным, что разница температур между нами и Турцией ну максимум 5 градусов. Держайте и поймите, что там заботятся о вас. Кстати, если вы поймете, что заботиться о здоровье нужно, снимите квартиру, отправьте человека за деньгами. Перевод денег через Денисбанк это совсем просто. И для держателя КАС Сбербанка. И вот вам правильная Турция. А если вы захотели купить в Турции что-то совсем другое. Так вот, турецкий язык учится за два месяца. Продали хату в Рашке и здесь купили. Причем для жителей крупных центров при продаже однушки здесь вы и дом купите. И живите в Турции и наслаждайтесь прелестью Турции. В качестве недорогого полноценного шопинга, ароматы приготовлены индивидуально для вас великолепной турецкой кухни в настоящих кафешках. Посещение детьми аттракционов. Словом, рядом с любым центром можно реально почувствовать натуральную Турцию, а не отдых в великолепных, но отдаленных от местного колорита отелях. Что же мы представляем себе, когда говорим о медицине? Не самые уютные палаты на двоих, палаты на 10-12 человек. Персонал, отчаянно с трудом, сохраняющий способность заботиться о больных с зарплатой в 7 тысяч рублей. Ну, может быть, чуть больше. Может быть, даже 70 тысяч рублей у некоторых-то есть. Столовую с раздаткой, где пытаются готовить качественную пищу из продуктов, купленных на максимально урезанный бюджет. И все это российская правда. И мы не случайно разговор о наболевшем ведем на фоне хронических больных почечной недостаточностью. Но таких довольных, сытых и улыбающихся граждан Турции, Германии и Франции, уплетающих за обе щеки вкуснейшую еду, обед индивидуального приготовления и при этом получающих процедуры на современнейших аппаратах гемодиализа. Когда такое будет у нас? Да, вопрос. И решение этого вопроса уж точно не стоит на первом месте. На первом месте у нас решение демографической проблемы. Может быть, в принципе, это правильно, потому как за деньги на второго ребенка можно легко провести 5 лет в отпусках в Турции, получая лечение в любом центре в Анталии. А если в этот период запланировать и третьего, то можно протянуть десяток лет. И за этот период, возможно, и у нас появятся подобные с 15 диализаторами фирмы Френсерус, Браун Дайлог, Турей, с индивидуальными LCD-телевизорами, DVD-проигрателями, наушниками, аудио- и видеофонотекой на этаже. А этажей таких в любом диализном центре в Анталии аж очень много. Да. Что, не получается у нас такое? Да. Не получится. Поэтому сегодня, сейчас и для вас, и для ваших близких здесь все есть. И бассейн, и телевизионные залы, камины, шашлычные. Я не вижу у людей чувство отрешенности на лице. Это что, индивидуальный ваш подход к каждому пациенту? Конечно. Я хочу сказать о том, что они не знают, что они не знают. То есть, используемые средства, фильтры, машины, аярламы, они в порядке, что у нас очень здоровы и мутны, которые мутны, которые мутны. Но, конечно, они не знают, что они не знают, что они не знают. Вашим центре проводят процедуру. Вы готовы принять еще такой же количество из России? Конечно. Конечно. Для будущих пациентов, конечно, мы уже место у нас готово. Так же, как мы прежде говорили, внизу на первом этаже для населения постоянных клиентов, а вот это второй этаж для наших туристов и, конечно, отдыхающих в нашей стране и в нашем регионе. Доступно ли то, что мы показали для россиян? Конечно, любой чартерный рейс, нет чартера из вашего города, Москва летает круглый год, бронь по телефону или через интернет. Любые формы оплаты. Не знаю как, проконсультируйтесь с адвокатом, но если вам по инвалидности государство должно платить лечение заболевания хронической почечной недостаточностью и либо онкологией, то какая разница, по сути, кому этому государству платить деньги за ваше лечение? Хотя я не думаю, что для Турции вы от россиян добьетесь результата. Так что все дело в вас. Если вы не добьетесь ответа на этот вопрос, то застрахуйте свою жизнь по-крупному. И вам страховая компания не желает терять клиента, а платит лечение. И поймите, жизнь не останавливается, даже когда становится поздно пить боржоми. Надо просто знать, где вы можете продолжать жизнь по полной программе. Загорать со всеми, веселиться в разумном количестве, купаться в теплом море. А если у кого-то возникнут вопросы, куда вы пропадаете на завтрак или обед в вашей пятерке в Анталии, вы сможете гордо ответить. За здоровьем я ездил. За здоровьем. Итак, потеряли ли мы день? Да нет, мы приобрели, как всегда, много знаний. Сегодня знаниями своими поделимся с вами. И сегодня мы побывали и увидели людей, собранных в клуб, с единым интересом. Это интерес к жизни. И местное население, и туристы, которые приезжают из Германии, из Франции, могут это сделать. Они покрыты социальной страховкой. Можем ли мы это сделать? Проводить сеансы гемодиализа, просто отдыхая вместе, вместе отдыхая в Турции, в гемодиализном центре, что расположен рядом с отелем Шератон? Конечно, можем. Еще хотелось бы всем вам сказать, что есть возможность сделать человеку замечательный подарок. Совместить приятное с полезным. Совместить отдых с возможностью жить в человеческих условиях. Сколько процедура такая стоит? Процедура такая стоит небольших денег. От полутора до двух тысяч евро, это вместе с проживанием. Двухнедельным проживанием на солнечном побережье Анталии. Причем проживание это, это не только то самое лето, когда здесь жарко действительно. Середина, даже конец октября и начало ноября. Это почему весь год вы можете спокойно ездить в Турцию, отдыхать, получать удовольствие и заряд жизни. Редактор субтитров А.Семкин